Друзья, привет всем! С вами Ирокез и самое необычное, при этом самое интересное и прикольное оружие в PUBG это арбалет. И благодаря новому фэнтезийному режиму в PUBG мы сможем посмотреть отличный геймплей с него. Что если я скажу вам, что Макатао сделал 17 фрагов с этой пушки, ну и естественно заняв топ. И так как больше я ни у кого не видел, то можно считать это своеобразным рекордом. Поэтому уж точно будет интересно, располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки, ведь мы друзья... Начинаем. Если нужен был промокодер АКС, мог бы просто попросить. Устройство контролирующее все военные спутники в мире угодило в руки четырех очень плохих парней. Нам нужен тот, кто умеет двигаться как они. Драться как они. Я не доверю клоунам прикрывать мою спину. А кто тебе нужен? Мои друзья, компания 1Х. Самые быстрые, самые надежные, да еще и с бонусом до шести с половиной тысяч. Вот с такой командой я могу работать. Начало у сквада Макатау было довольно вяленькое. Они прыгнули в рожок и почему-то никто рядом с ними не упал. А именно прикол данного режима в том, что вы можете с самого старта начинать файтиться с другими соперниками. Здесь вообще ничего не нужно. Ни лута, ни каких-то особых условий. Просто сразу же можно начинать стреляться. Это довольно прикольно и интересно. Но прокачка персонажа тоже важна, поэтому не стоит забывать об основной, скажем так, теме PUBG. Это лучинг. Для тех, кто не знает, собираются вот такие кристаллы. Они ничего не весят, так что можно собирать абсолютно все. И просто потом апдейтятся ваши какие-то характеристики в виде оружия или кольца с амулетом, который дает какие-то плюшки. Но это так, коротко, если вас интересует полный вообще разбор этого режима, то он также есть на канале. Можете посмотреть. Ну а мы пропустим скучные моменты, когда они просто лутались и ничего не происходило. И вот тут уже вся команда Макича поехала к аирдропу. Скорость у транспортных средств здесь ограничена. Мотоцикл развивает максимум 60, но здесь 65 с горки. У Азик 50, поэтому двигаться на них будет не очень просто. И здесь Макатау уже пытается стрелять с арбалета. Его в спину выбегает сразу же соперник. И он его успел нокнуть, просто сделав два попадания. Стрелял от бедра, поскольку человек находился близко. Но при этом, естественно, как только сейчас начнется и появится соперник вдали, то Макич зайдет в прицел. Человек, который сразу же первый лутает дроп, становится неуязвимым. Поэтому он ничего не мог сделать этому магу. И тут, гляньте, идут взрывы, какие-то лечебочки, какая-то вакханалия происходит. Но на то он и шуточный, забавный режим для того, чтобы такие вещи в нем были. Макич не успел никто нокнуть из тех магов, которые по нему настреливали. Здесь прям целый скват. Макатау пытается попасть по человеку с арбалета, но это крайне тяжело сделать. Он выписывает отличный хедшот. Данный воин, который пытался развалить его скват, теперь лежит просто с упокоением. И обратите внимание, два выстрела, два трупа. Нокнул обоих магов и с арбалета, получается, уже делает себе четвертый фраг. Так, отличное начало, более чем круто. Ну и здесь весь скват соперников был как раз-таки из классов, которые не подходят Макатау. Ну и поэтому прокачаться на них он не сможет. Ну а остальные из его тимы уже, я думаю, чувствуют себя прекрасно. Хотя нет, вот нашел несколько как раз подходящих себе кристаллов. Значит, все будет нормально. А, это оказывается еще и соперник. Я что-то не обратил на это внимания. Тут действительно оказался враг, который подбежал, пытался что-то порубить всех мечом. Но Макич с ним также разобрался, сделав пятый. Проезжают два игрока на мотоцикле. Здесь как раз это довольно балансно. И маг может выносить очень жестко, если будет хорошо попадать. Макич не очень, естественно, эффективен против данных типов. Так как с арбалета попасть крайне-крайне тяжело. Но сейчас вот они выезжают как раз-таки боком. И да, взяв отличное упреждение, он попадает по одному из игроков. Сразу же его нокая. И второй вынужден как-то сейчас предпринимать какие-то активные действия против тиммейтов. Макич, он пытается, пытается как-то сейчас выйти на него и не нокнуться. Но это даже получилось. Почему-то транспорт здесь, видимо, дамажит недостаточно мощно. И отнял всего лишь 100 хп. Макич, но в обычной игре этого бы хватило. А здесь, в принципе, нормально. Тут его подхилил собственный паладин. И снова он фулл хпшный с шестью фрагами. Все замечательно. Вгрейданул себя полностью до пятого левела. И теперь он стал настоящей машиной для убийства. Вот, смотрите, воин бежит за его тиммейтом. Первое попадание Макича сняло ему больше, чем, наверное, 2 трети хп. 136 это прям действительно много. Здесь не может никак попасть. Но его тиммейты в мили разобрались. Здесь все-таки арбалет, как и в обычном пабге, требует уж очень высокой точности. Нужно прям идеально попадать. Иначе ничего не зарегается. Но, тем не менее, тиммейты справились. Пока что все хорошо, все нормально. Мы видим, что еще есть соперники, которые просто тип стал в АФК и получил моментально по башке. И сразу же нокнулся. Здесь еще один паладин, который пытается закрыться щитом. Ему нужно стрелять либо в бочину, либо по ногам. Ноги пропускают очень много урона. 57 и того уже достаточно. Еще один выстрел и Макатау его, скорее всего, ног нет. Тип пытается как-то на него выбежать. И да, 123 урона с одного попадания. Макич прям феерично смеется. Кайфует с того, как вообще получается наваливать по этим типам. И, в принципе, наслаждается. Наслаждается этой игрой. Ну, оно и понятно, когда прет, почему бы не порадоваться. Катаясь дальше на тачке, пробует найти себе соперников. И, похоже, у них получилось это сделать. Тип на арчере такой же. Просто сидел за деревом. И получил за это крайне болезненную плюшку от тачки. Притом удивительно, что его сразу же нокнуло. Видимо, он был не фулл хп. Так как мы видели, что здесь транспортные средства не ваншотят. Как в обычной игре. Мактау пытается попасть по сопернику на уже такое нехилое расстояние. Но здесь уже это не получается сделать. Но тиммейты подбегают ближе. Отвлекают на себя внимание, пока ДДшники работают. Вообще, это основная, скажем так, стратегия всех подобных. Там, ммошек, режимов и прочее. Нужно делать именно вот так. И фокусить, конечно же, ДДшников. А не основных вот таких вот танковых персонажей. Типа Варвара и тем более Паладина. Ну вот и мы видели, что пока ребятки просто развлекали. Макатау настрелял опять издали. Нокнув обоих игроков. Тут же их разобрав и сказав. Здорово, ребятки. Всем удачи. Всем пока. Встретимся в следующий раз в лобби. Еще и тачку взорвал, чтобы ей никто не воспользовался. Кстати, с двух стрел очень мощно бьет данный арбалет. Ну, все-таки прокачанный. И скорострельность у него высокая. И при этом дамажит он куда сильнее, чем обычный. Ну и за счет этого играть с ним еще веселее, чем всегда. Прицела жалко нет. Вот еще бы, знаете, какой-нибудь прицел. Типа троечки на него повесить. Было бы вообще прикольно. Но уже, наверное, было бы небалансно. Ну и здесь, опять же, продвигаются в сторону круга. И мутаться, понятное дело, не нужно. Ничего вообще не требуется в этой игре. Так что, скорее всего, будут просто бегать и искать соперников. В этом доме кто-то, оказывается, сидит. Да, даже целый склад пацанов, которые просто зачем-то остались в хате. И первого нокаэтмакич второго сейчас тоже, блин, собственный паладин не дает ему навалить со стрел. Но получилось это сделать. И уже, уже 13 фрагов, дорогие мои друзья. Я, в принципе, не видел, чтобы здесь делал кто-то больше десятки. Ну, может и делал. Но это уже прям очень-очень солидный результат. И осталось всего лишь 7 живых. То есть 2 сквада. Если учитывать... А, нет, даже если учитывать, что их трое, то это четверо соперников. Значит, может быть вообще один. Ну и вон кто-то бежит вдалеке. Его Макатау замечает. Но, понятное дело, на таком расстоянии с арбалета попасть практически нереально. Поэтому, естественно, будут сокращения дистанции. Тем более, что оба тиммейта ближнего боя. Как раз-таки обмениваются инфой. Говорят, что здесь есть лучник, которого нужно закрыть сначала. Макатау его замечает. Делает 122 урона с первого же выстрела. Его сейчас будут пытаться догнать. И как раз-таки Воин, который самый быстрый класс в этой игре, пытался Майкача навалить. Но он его просто перед ДПС-ил. Два раза попав ему в тело, уже разобрался с ним. Здесь Лукарь также отлетает. И, по-моему, у этих ребяток огромнейшие проблемы. Они бегают в хилке паладина. Воин пытается что-то как-то настрелять, навалить. Паладин получает крайне больно. Еще один пытается прикрыться щитом. Макатау не может по нему попасть. Ругается, говорит, все когда... Все нормально получилось. 17 фрагов все раскатаны. И обратите внимание, какая была прикольная динамика. Вообще, забавный режим. Ну и, в принципе, неудивительно, что данный класс, вот этот вот лучник, считается наиболее сильным. Но при этом скиллозависимым в данной фэнтезийной битве. Потому что требуется попадать. И если этого не будет происходить, то, естественно, вам фрагов не видать. Но здесь отличный результат. И, в принципе, веселый режим, прикольный. Как вот такая вот первоапрельская шуточка подходит более чем. Надеюсь, вам видос понравился. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, друзья. Счастья вам, здоровья, удачи. И, конечно же, до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.